Девушки отдыхают Девушки отдыхают Добрый день, Снежана. Очень рад, что дошлось время записать следующего выпуска, который предполагает возможность пообщаться на тему здоровья. Доброе утро, Александр. Привет из Украины, из города Харькова. Я очень рада, что мы сегодня с тобой затронем такую важную тему и поговорим о теме здоровья, потому что это то, что нас объединяет в разных странах. Но мы все работаем над улучшением здоровья наших клиентов. С чего началась твоя история? Что привело тебя в скандинавскую ходьбу? Я искала какую-то возможность больше бывать на свежем воздухе. И, честно говоря, перепробовала различные виды кардиотренировок чисто для себя. Я много лет плавала, потом ходила на танцы и все время была в поиске какой-то своей физической нагрузки. Скандинавская ходьба в первую очередь для меня стала вот этим глотком свежего воздуха, когда ты можешь без особых усилий заниматься. Плюс это на свежем воздухе, а мне нравились прогулки на природе. И, честно говоря, я не очень люблю физическую нагрузку, которая сложная, когда приходится сильно напрягаться, тебе тяжело что-то делать. Для меня все так же силовые тренировки, они все равно так остаются, знаешь, в разрезе немного сложно. И вот скандинавская ходьба стала таким вот приятным приходом в мою жизнь. Но учитывая, что я проходила обучение сразу в разрезе инструктора, то здесь включилась моя двойная ответственность. То есть пункт первый, я сразу решила для себя, что нужно попробовать поработать с группой в этом направлении. И как-то для себя придумала, что группа будет для меня дополнительным мотиватором. То есть я буду точно тренировать себя, плюс тренироваться с группой, точно способствовать моим регулярным тренировкам. Когда я начала уже процесс скандинавской ходьбы в качестве инструктора, подключились другие мои качества, организаторские какие-то активности. Я начала вовлекаться в различные проекты. И спустя определенное время появилась у нас сначала такая группа людей, активистов, которые меня поддерживали. И мы активно включались в различные спортивные мероприятия в городе. Когда я понимала, что мы расширяемся, и я одна не успеваю проводить тренировки в разных районах, уже как бы стоял вопрос о расширении, о создании клуба. И сегодня это клуб, который функционирует не только в нашем городе, но и открывает свои представительства в других городах Украины. То есть вот так вот вкратце можно рассказать историю клуба Let's Go, в котором мы сегодня живем и развиваем скандинавскую ходьбу, наверное, не только в Украине, но и, можно так сказать, на мировом уровне, потому что вовлекаемся и в международные мероприятия, делимся опытом, представляем Международную Федерацию ОНВФ, тоже происходит какой-то взаимообмен, обмен опытом международных учитывается. Программировался образ активной молодой девушки, которая с любовью и уважением относится к своему телу, не насилует его изнарительными физическими упражнениями и в удовольствие занимается скандинавской ходьбой. Достаточно ли скандинавской ходьбы? Саш, ну смотри, да, тема коррекции веса, вообще, да, мы можем сказать, что в скандинавскую ходьбу в основном приходят женщины, да, то есть наша такая цельная аудитория более женская. И я хочу сказать, что 9 из 10 женщин вообще в целом, когда они начинают заниматься физической нагрузкой, они хотят немножечко себя подкорректировать, да, либо это вопрос коррекции веса, либо это придать фигуру, да, можно так назвать. И поэтому большинство женщин заинтересованы этим вопросом. И даже когда они говорят, да, я вот пришла там укреплять здоровье, да, но под этим подразумевают, что тело подтянется, и они будут лучше выглядеть. Но из опыта я хочу сказать, что всё-таки это комплексный, да, такой подход к состоянию коррекции веса и в целом к здоровью. То есть одной скандинавской ходьбы или одной физической нагрузки недостаточно для того, чтобы человек ощущал себя полностью, да, там вот гармоничным. То есть тут всё, правильное питание и режим дня, и сон, то есть и наличие вредных привычек, то есть здесь будет сказываться вот абсолютно всё. Но, безусловно, скандинавская ходьба является отличной альтернативой физической нагрузки без изнурительных, да, вот таких упражнений. Хорошо, Снежана, из того, что ты сказала, я понимаю, что у тебя уже сформировалась определенная программа, в которую включаются твои клиенты. И она включает не только саму скандинавскую ходьбу с упражнениями, развилкой, заминкой, но и такой комплексный подход к контролю или снижению веса. Пойди, пожалуйста, с чем ты сейчас работаешь, какой инструментарий у тебя как у инструктора? Саша, смотри, мы на протяжении длительного времени работы клуба мы используем разные методы. Мы запускали проекты с различными специалистами. Одно время у нас был проект с эндокринологом. Мы запускали проект, и он действующий вместе с реабилитологом, диетологом Этери Ждановой, которая является членом нашего клуба, и руководителем клуба в Киеве. И вместе с этим уже сформировалась определенная система в инструкторской деятельности. Мы стараемся проводить с определенной периодичностью, как правило, это раз в месяц, раз в два месяца, в офисе клуба День здоровья. И в этот День здоровья мы проводим тестирование на весах-анализаторах Танита, где участники могут отследить свои результаты, они могут отслеживать процент жира в организме, процент мышечной массы, процент воды. И для меня, как для инструктора, очень важно показать человеку цели, которые он может для себя ставить, как долгосрочные, так и краткосрочные, и показывать его результаты. Потому что для наших участников очень важно поддерживать мотивацию на протяжении длительного времени. Плюс мы ставим за цель осознанный подход. Осознанный подход к себе, если он даже хочет корректировать вес, что ему необходимо делать, в чём может быть проблема. И если вернуться к вопросу коррекции веса, мы можем столкнуться с таким пониманием, что к нам приходят в основном 45+, женщины. И здесь часто могут быть уже гормональные изменения. И поэтому мы очень часто привлекаем различных специалистов. Очень часто это эндокринолог, который либо направляет дополнительно на анализы, предлагает и медикаментозные данные значения. То есть наша задача разобраться как в причинах, почему у человека сегодня такие результаты. И помочь ему определить для себя, что ему делать. Потому что каждый человек индивидуален. И кто-то, к примеру, может ходить со скандинавскими палками ежедневно, то есть у него есть на это возможность. Кто-то может приходить только два раза в неделю. Но что мы вывели как систему, то есть это обязательно день здоровья, это обязательно какие-то рекомендации, но только спустя назначение врача на основе анализа. Здесь общие рекомендации по здоровому образу жизни, которые будут включать режим питания, сон, отношение его к стрессовым ситуациям, наличие физической нагрузки. Здесь мы говорим о скандинавской ходьбе. И у нас есть такое направление в группах фитнес, где мы вместе с этим ещё даём различные силовые блоки для увеличения мышечной массы человека, что также будет способствовать увеличению его энергозатрат. Отлично. А ты могла бы дать слушателю какие-то рекомендации из твоего опыта любителю скандинавской ходьбы, которая уже не первый месяц ходит и следит за своим весом. На что стоит обратить внимание, если самой скандинавской ходьбы недостаточно? Я вне зависимости, с какой целью человек приходит на занятия, я всегда пытаюсь прояснить как для себя, так и для самого человека цель, с которой он пришёл на тренировки. И, как правило, когда большинство людей говорят, что я хочу улучшать здоровье, моя задача – помочь человеку определить, что он вкладывает в понятие для себя здоровья. Потому что, когда мы спросим разных людей, то есть кто-то скажет здоровье, ой, я там с утра проснулся, и я уже здоров. А для кого-то здоровье – это отличное самочувствие, это какая-то лёгкость, это энергичность на протяжении всего дня. Кто-то скажет, для меня здоровье, отсутствие болезней, стройное тело, подтянутый, то есть каждый будет вкладывать что-то своё. И для меня важно, чтобы человек сам для себя определял, что для него важно, то есть какую цель он ставит перед собой, как долгосрочную, если мы говорим там год, или это краткосрочное. Также для меня очень важно, чтобы человек понимал, что и для чего он делает. Что он не просто, да, там ходит два раза в неделю на тренировки, выделяя, да, там из своего сумасшедшего дня, да, там два часа, чтобы потренироваться, а чтобы он понимал, что организм, который сегодня служит на его благо, да, который помогает ему в его качестве жизни, то есть это та машина, о которой он должен заботиться. И вот эта забота будет происходить в разрезе нескольких факторов. То есть первый фактор – это будет физическая нагрузка, да, потому что человек состоит из скелетных мышц, да, то есть у нас есть наши кости, у нас есть наши мышцы, и для того, чтобы наш вот этот скелет функционировал, мы можем его питать только с помощью мышц. Мышцы питаются только, когда человек приводит их в движение, то есть он даёт физическую нагрузку. То есть человек понимает, что когда он занимается для себя физической нагрузкой, он приводит в тонус свои мышцы, и здесь скандинавская ходьба нам в помощь, которая, да, позволяет максимально задействовать весь наш этот мышечный корсет. То есть тут человек как бы понимает, что ему даст физическая нагрузка. Также я ему рассказываю, что скандинавская ходьба – это картио-тренировка, это выносливость, это работоспособность, да, то есть одно из качеств физических, да, которые он развивает. И для него это будет проявляться в том, что он сможет выполнять ещё больше, да, работы, но при этом меньше уставать. И здесь я ему даже рекомендую проводить такой как бы тест условно, да, тест энергичности, когда я говорю, вы с утра просыпаетесь, и вы оцениваете своё самочувствие. Вот как вы себя чувствуете по десятибальной шкале? Всё, что выше пяти, да, то это уже как бы хорошо. Но хорошо, когда это больше восьмёрочки, да, то есть когда человек с утра просыпается, он чувствует прилив сил. А как вы ощущаете себя в течение дня? Как вы ощущаете себя вечером? Потому что если человек вечером, допустим, когда заканчивается рабочий день, чувствует усталость, а ему необходимо, да, прийти домой, уделить время семье, уделить время себе, да, решать ещё какие-то вопросы, не связанные с работой, ему нужна эта энергия. И здесь вот я ему показываю, что через физическую нагрузку, за счёт того, что он нарабатывает свою выносливость, он получает вот этот бонус, да, в качестве энергичности. И что миф, если ты, да, очень устаёшь на работе, приходишь, лежишь на диване, ну, да, и человек говорит, у меня нет сил, да, на физическую нагрузку, то это замкнутый круг и путь в никуда. То есть человек всё равно должен вставать, выходить, двигаться, да. Бывает такое, что приходят люди, которым тяжело двигаться даже с палками, да, он не двигался вообще. Тогда я говорю, двигайтесь просто. То есть первый такой вот широкий блок – это физическая нагрузка. Но также я объясняю человеку, что наша вот эта система, да, наша машина, которая нас обслуживает, можно сравнить с большой системой в качестве там, ну, условно, завод, да, завод по производству чего-то. Этот завод, да, для того, чтобы выпустить стол, да, он состоит из множества подотделений, да, где каждый выполняет свою функцию. И если в какой-то функции происходит разлад, то конечный результат, а конечный результат для нас – это стол, да, то есть он может быть слегка косой, да, там, хромой, где-то дерево провалилось, да, или там не так красиво выглядит. И точно так же наш организм, да, то есть он состоит из множества подсистем, да, которые объединены в единое целое, но на самом деле наш организм в мельчайшем, да, состоит из клетки. И когда мы говорим о вопросах питания, мы в первую очередь должны думать о том, что необходимо нашей клетке, да. Клетка у нас нуждается в белках, это строительный элемент, она нуждается в углеводах, это наша энергия, да, это наш компонент жиры и вода, да, то есть, ну, если так условно, то есть это то, что будет требоваться нам, на вот этом клеточном уровне. И вот здесь у нас конечным результатом, да, будет наше здоровье, наше самочувствие. И когда я говорю, что представьте, да, вот на заводе происходит какой-то сбой, да, либо дерево не вовремя привезли, да, либо там какая-то система вообще перестает плохо функционировать, то есть вы на выходе что-то получаете со сбоем, да, либо вообще, к примеру, что может происходить, и человек часто не понимает. Когда я говорю, представьте, дерево закончилось, да, и его вообще не привозят, и завод может какое-то время не функционировать, да, там закрылся, и он не выпускает продукцию, то организм не может, да, не функционировать, он продолжает функционировать в тех условиях, в которых ему человек создает, да. И, к сожалению, первое, что мы можем получать, это сигналы, и сигналами вот такими для человека, то есть это может быть лишний вес, это могут быть болезни, то есть все, что вот будет ему сигнализировать о том, что сегодня функциональность не есть для него, да, вот нормой. Это блок, если говорить о вопросах питания. Также я затрагиваю всегда блок сна, потому что человеку очень важно восстанавливаться, и сегодня бич нашего времени, когда человек не отслеживает, да, вот этих временных рамок, то есть он ложится условно спать, там, в 2 часа ночи, просыпается вообще непонятно как, или вообще ночью не может, да, заснуть. В итоге, да, в вечернее время там компенсируют это как-то едой. То есть для человека вот всегда рекомендую наладить сон и восстановление организма. И, конечно же, это наше отношение к стрессу, потому что человек чаще всего стрессует и компенсирует это через зависимость в еде. И когда мы уже, да, там сегодня говорим о зависимостях, очень часто, да, там раньше мы говорили, да, там алкоголизм, курение, наркомания, то сегодня наш человек, он зависим от стресса, он зависим от еды, и вот наша задача сформировать новые привычки, да, как человек будет реагировать на стрессовые ситуации, да. И мне очень нравится, когда наш реабилитолог, Этери Жданова, рекомендует участникам заменять еду в стрессовых ситуациях, да, на физическую нагрузку. То есть вы чувствуете, что вы там сейчас либо нервничаете, да, как-то вот стрессуете, да, вы можете спокойно что-то поделать физически, поприседать, потянуться, да, походить, разгрузить мозг, то есть изменить гормональную обстановку, да, внутри своего организма. Потому что на самом деле вся наша система управляется за счёт гормона, да, и понимая, как мы можем на это воздействовать физически, мы можем регулировать наши и стрессовые ситуации, мы можем влиять и на наше питание. И вот этот здоровый образ жизни, да, он может стать для нас хорошим инструментом в улучшении качества жизни. Отлично. У нас был выпуск подкаста, где Александр Пеловец хорошо разбирал этот вопрос по формированию привычек, и мы достаточно подробно разбирали, что формирует привычку и как сделать так, чтобы действие повторялось практически на автомате и не требовало от нас волевых усилий. Какие основные такие рекомендации ты даёшь и можешь поделиться со слушателем в качестве такого напутствия? На самом деле, чтобы прийти к какой-то осознанности, нужно понять, где ты находишься сегодня. Поэтому я очень рекомендую всем вести дневник, да, дневник ЗОЖ, он может там по-разному, да, называться, где человек может отслеживать, да, свою активность в течение дня, какое количество там кругов он делает. Он может вписывать туда тренировки, он может вписывать свой режим дня, сколько он кушает и когда он кушает. Он может туда вписывать свой водный режим. Он может вписывать, поскольку он лёг спать, да, поскольку он проснулся. И здесь он может отслеживать своё как бы самочувствие, да, энергичность в течение дня. Может даже делать какие-то пометки, да, ну, если было связано что-то с самочувствием, да, там, состоянием здоровья, там, для себя пометить, да, например, там, головная боль. Почему это важно? Потому что это стартовая точка, да, где человек для себя определяет, где он находится. И вот здесь дальше, чтобы двигаться, и двигаться, ну, условно, без усилий, то есть человек должен для себя понять, что он может подкорректировать. Потому что, ну, условно, вчера из разговора с подружкой, которая говорит, боже мой, Снежана, ты так вот в хорошей форме, что ты делаешь? Вот я тоже там хочу, вот что мне, да, делать? Вот с чего мне начать? Больше двигаться, во всех удобных случаях, да, двигаться, и двигаться, к примеру, если есть возможность, да, там, спуститься по ступенькам, снова подняться, да, то я всегда буду использовать эту возможность. Всегда рекомендую людям, которые работают офисники, да, добавлять 30 минут, да, хотя бы прогулки вышли, вы можете там вокруг офиса или где есть возможность, да, добавлять прогулку. Если это касается питания, то в питании тоже стараюсь самого простого. То есть если человек, к примеру, ест много, да, и это есть его проблемы, то здесь хотя бы начать с отслеживания, да, что есть его порция, что он вообще ест. Потому что очень часто бывает уход от ответственности, ответственности, когда я человеку говорю, вот вам лист бумаги, запишите, что вы кушали вчера, что вы кушали позавчера. Человек сидит на меня, смотрит и говорит, ой, а вы знаете, а я не знаю, что я ела. Я говорю, хорошо, тогда запишите, допустим, там, сегодняшний день и завтра, да, там, и придите с этим листом, либо сфотографируйте. И, как правило, мало кто приходит, потому что отслеживать, да, то есть это уже взять на себя ответственность, да, что ты будешь что-то делать, что тебе придётся как-то на это влиять. Но это такой осознанный шаг, и бывает очень много изменений уже на этапе отслеживания, когда человек говорит, Сержанна, я никогда не думал, что я ем так много сладкого, или я вообще не думал, что я так мало двигаюсь, или я осознал там, что я мало сплю. То есть вот первое, то есть что человек осознаёт, и бывает он сам выбирает, что он хочет подкорректировать, что для него сегодня первостепенно. И если, к примеру, человек всё время находится в стрессовой ситуации, там, заедает всё, что только можно, то я ему предложу первое – это отдохнуть, восстановиться, делать те же, допустим, тренировки, но не на интенсивность, а более в лёгкой, да, вот такой разгрузке, чтобы он эмоционально разгрузился, и дальше уже постепенно корректировать питание. Что происходит, Саша, чаще всего, почему клиенты начинают, бросают? Они пытаются изменить сразу всё, да, то есть у них хватаются условно либо поставить себя в жёсткие рамки, или буду есть условно гречку, буду изнурять себя тренировками. В итоге нервная система на пределе, стрессовые ситуации в жизни, человек срывается, и потом у него остаётся вот этот негативный опыт, который дальше ему будет только мешать начинать что-то заново, да, то есть он будет думать, блин, ну я же пробовал, да, у меня не получилось, или, блин, это опять всё так сложно, ой, я не хочу. Поэтому здесь всё должно быть для него комфортно, да, но при этом в рамках разумия. То есть возвращаясь к подруге, которая сказала, что она считает по её словам, что лишний вес приходит за счёт того, что она много кушает вечером с мужем, посиделки, как правило, это вечер. И это, знаешь, такая проблема многих женщин. И в диалоге, когда мы с ней пообщались, мы пришли к выводу, что она может есть и вечером, да, там и в 8, и в 9, но это небольшая порция, да, то есть это что-то маленькое, небольшое. К примеру, вчера она прислала отчёт, у неё это было яйцо и авокадо, кусочек, четверть, с которой я и порекомендовала. И человек ушёл спать с лёгкостью, да, без чувства вины. И ты знаешь, вот когда человек начинает осознавать некоторые вещи, да, то есть ещё уходят вот эти эмоциональные, когда он сам себя накручивает. Ой, я, наверное, что-то делаю неправильно, я мало хожу, надо мне больше ходить, а может, мне нужно тут ещё летать, да, вот. И он сам себя, да, накручивает, особенно это женщины, которые хотят вот постранить, да, вот. Поэтому смотри, если так вот систематизировать, что я говорила, то первое – это осознать, что человек хочет, провести анализ, то есть где я нахожусь сегодня и определённое время понаблюдать за собой, да, то есть когда я веду такой вот взор-дневник, то я могу отследить, что я могу корректировать, да, то есть на что я могу влиять. И выбирать те пункты, которые будут для меня сегодня первостепенными, важными, которые, наоборот, добавят мне мотивации двигаться дальше. Ну и, как я понял, можно даже под другим углом посмотреть на привычное для нас действие, как ты приводила пример с ужином в виде яйца и авокадо. Ну, как правило, человек, который поставит себя в рамки и будет есть там до шести, да, к примеру, ну, она какое-то время может продержаться, да, но потом она всё равно либо сорвётся, то есть либо это будет, ну, как бы неприятная семейная, да, обстановка, то есть муж приходит с работы, он хочет, да, там, пообщаться, посидеть за столом, да, а жена сидит, ничего, как бы, не ест. То есть здесь очень важно и эмоциональная составляющая и, как бы, здравый подход. Но при этом, если человек уже понимает, что он конкретно работает, да, там, над своей целью, когда человек вовлекается в ЗОЖ, когда он присматривается, да, вот что ему нужно, как ему двигаться, он определяет для себя цель, да, и способы достижения, потому что как у человека уже цель появилась, да, он более мотивированный и он может без стрессовой ситуации, да, настроиться и сказать себе, что да, вот сегодня, да, у меня там и до шести, да, ну, к примеру. То есть не забывать, что все случаи индивидуальны, но если говорить в целом о наших клиентах, то поискать вот те моменты, которые для него будут без усилий. А из твоего опыта и опыта клиентов, которые к тебе обращаются, какие мобильные приложения лучше всего работают для ведения дневника или все же проверенный метод пера и бумаги наиболее действенный? Саша, никогда не рекомендую какие-то приложения именно в телефоне, то есть тут люди выбирают сами, да, где им удобнее. У меня есть разработанная табличка-анализатор в Excel, которую мы, наверное, с удовольствием поделимся с нашими слушателями, которую они могут себе взять и спокойно вести. Там есть все графы, да, вот про которые я говорила, и они там записывают день, да, и все, что там с ним происходило. Как правило, это занимает пять минут, да, провести статистику, а какие-то пометки там для себя они могут вести либо в заметках, либо в приложениях. Я часто для себя использую у меня iPhone, я использую программу здоровья, то есть там у меня происходит контроль и отслеживание. Но на самом деле неважно где, то есть главное, что человек для себя как-то это фиксирует. То есть это может быть и какой-то красивенький ежедневник, где он красивенько все вписывает, если ему это будет приносить удовольствие. Хорошо. В описании к выпуску мы разместим информацию, ссылку на этот чек-лист для самостоятельного введения дневника. Снежана, а какие рекомендации ты могла бы дать инструкторам, которые хотели бы внедрить такую практику в свою деятельность, помимо скиновской ходьбы, еще проводить такие встречи, завести хорошую традицию. С чем ты сталкиваешься, в чем будет возникать необходимость? Саша, смотри, мы стараемся работать комплексно и один из принципов клуба это профессионализм, то есть профессиональный подход к клиенту и тема питания, она неразрывно связана с физической нагрузкой, потому что если мы будем говорить о вопросах коррекции веса, то 80% это питание и 20% это системная физическая нагрузка. Мы как инструктора должны понимать, что человек приходит на физическую нагрузку, на скандинавскую ходьбу со своей целью, и наша задача понять цель и помочь ему комплексно ее достичь, иначе он будет в поисках мест, где он будет ее достигать, и тем самым мы можем клиента потерять, потому что рынок сегодня предлагает различные возможности коррекции веса, и здесь огромное количество и проектов, и диетологов, тренажерных залов, то есть различные подходы. Я считаю, что наша задача как инструкторов, помимо того, что мы все время развиваемся, интересуемся какими-то темами, просто включать человека в какую-то систему. И в моем понимании система, как я говорила, это тестирование, потому что вместе с Днем здоровья, когда мы отслеживаем показатели на весах анализаторов, мы проводим тестирование и по скандинавской ходьбе, наш шестиминутный тест ходьбы. То есть наша задача все время отслеживать показатели и показывать их клиенту, потому что то, что мы можем отслеживать, мы можем управлять, мы можем влиять, и мы можем дополнительно человека мотивировать. Потому что часто что происходит? Человек ходит, ходит, ходит. Он может сам не видеть своих результатов. Ну да, там что-то улучшилось, может что-то и не улучшилось. Потому что когда человек даже постранил, то есть есть эта цифра в килограмм, 10 килограмм, то есть для него это весомо, чем когда он просто ходит, ходит, ходит. А улучшилось количество энергии, он может это не отследить. И вот здесь как бы инструкторам рекомендую, что предлагать различные тестирования. Если брать питание, то весы-анализаторы сегодня доступны в продаже, то есть они как бы недорого стоят. Помещение, обстановка, где можно пообщаться и дополнительно замотивировать участников. Хотя бывало такое, что я проводила вот такое волностостирование и на улице, но чем больше работаешь с людьми, понимаешь, что они хотят комфорта, они хотят чувствовать себя как бы уверенно. И я очень часто даже в работе с людьми использую принцип, даже если в группе, то есть я никогда не озвучиваю результаты взвешивания на всю группу. То есть это все очень индивидуально, то есть человек уже пришел, то есть он уже готов, но не всегда готов, чтобы его показатели вынесли на группу. Поэтому здесь вот очень важно сохранять такой вот индивидуальный подход в групповой работе. Но на самом деле для организации несложно найти помещение. Если даже нет весов-анализаторов, можно брать таблицы индекса массы тела, где человека можно определить показатель по его росту, по его весу, довериться тем показателям, которые он говорит, и здесь немножечко с человеком покоммуницировать. То есть главное это делать дополнительные такие услуги для наших клиентов. Хорошо. Я из того, что ты поделилась, явно отследил клубную тему членства, поддержки своих членов, их мотивации, обучения. И ты буквально предлагаешь инструментарий, которым они могут воспользоваться для достижения своего результата. Да, вот ты ведешь отличную деятельность. Есть живые занятия, которые проходят в парках города. Есть группы, в которых ты даешь познавательную и полезную информацию. Есть встречи в дни здоровья. Что является фактором мотивации к тому, чтобы все это выполнять в комплексе? Хороший вопрос. Я думаю, что таким фактором являются клубные тренировки, которые мы запускаем в каждых городах. И по принципу, еще когда я только начинала проводить тренировки, у нас как-то тренировка выходного дня, я старалась в нее объединить всех участников. И длительное время у нас суббота была таким эталонной клубной тренировкой, где собирались все-все-все члены клуба. То есть мы обменивались информацией. Я делала какие-то небольшие мотивационные блоки, потому что мотивацию человека необходимо поддерживать все время. Это то, что вот у нас на улице. Вместе с этим у нас есть закрытые группы в соцсетях, где тоже с определенной периодичностью делаю различные публикации, где делаю эфиры, тоже направленные на мотивацию участников, их вовлечения. Плюс мы с прошлого года начали проводить спортивные мероприятия, которые включают как соревнования, так и флешмобы. Это тоже направлено на поиск цели. И для меня, как руководителя, важно объединять людей, и чтобы они здесь находили единомышленников. Потому что одним из ключевых факторов ЗОЖа есть понятие единения. То есть когда человек находит среду, которая его поддерживает, которая его понимает, которая разделяет его ценности. И мне очень часто участницы занятий говорят, что они приходят в группы и в группах дружат с другими участницами. Для них это такая эдакая тусовка, тусовка ЗОЖ. Потому что у них там есть друзья, с которыми они условно путешествуют, друзья, с которыми они дружат, семейные. А это тусовка ЗОЖ, где они могут обсудить все, что связано в разрезе ЗОЖ. Потому что, как правило, это женщины, которые готовят, которые обмениваются рецептами, которые знают какие-то лайфхаки, где есть возможность приобщиться к различным мероприятиям со специалистами, которые проводятся в клубе. И получается, что человек расширяет свой кругозор, находит вот эту среду, в которой есть поддержка извне. Также какие-то праздники, которые мы проводим, как клубная встреча, но более расширенная. Она такая у нас может быть ЗОЖная, когда люди либо там приносят, что приготовили. И мы там сидим, общаемся, делимся, заряжаемся, мотивируем. И вот это для инструкторов тоже может стать таким, знаешь, подспорьем, потому что довольный клиент, он хочет делиться то, что ему нравится, то, что его вдохновляет, и он вовлекает сюда своих знакомых. То есть это становится местом, которое они начинают рекомендовать. И я всё-таки считаю, что если мы берём группу, да, то группа хорошо развивается, когда в неё всё время приходят участники. И, как правило, вот эти участники, да, это сарафанное радио. То есть когда тебя уже порекомендовали, когда человек получил результат, и на этот результат приходят, да, другие участники его знакомы. И вот эти методы, как бы они работают лучше всего, они работают лучше, чем интернет, чем там расклеивание объявлений. Это работа на результат с самим участником, вовлечения его, да, в жизнь клуба. А он, когда вовлекается, он хочет вовлекать и своих друзей, знакомых, родственников. А мы тем самым, да, увеличиваем количество членов клуба, которые благодарны, с которыми интересно, да, потому что мы тоже, как инструктора, находясь в их, да, поле, мы тоже развиваемся, развиваем себя и двигаемся дальше. У тебя достаточно активно представлена деятельность в социальных сетях и в закрытых группах. Скажи, а может ли слушатель, который находится не в Харькове, дистанционно присоединиться, стать членом твоего клуба и благодаря твоим советам, подсказкам также добиваться результатов? Саш, да, то есть человек в любом городе, да, то есть он может стать участником клуба и сегодня как бы деятельность нашего клуба, да, на территории всей Украины, то есть он может даже жить где-то, да, далеко не обязательно в Харькове, но при этом быть членом. При этом мы как соблюдаем членство внутри структурного подразделения клуба, да, то есть когда он в другом городе, да, там Киев, Одесса, Мелитополь, то есть они могут быть членами из тех городов или даже если еще нет структурного подразделения, он тоже может, да, как бы присоединиться и развиваться вместе с нами. Но я тебе хочу сказать, что мы стараемся разнопланово давать информацию, потому что здесь очень важно как бы понимать свои границы, да, и учитывать границы другого инструктора. И вот здесь я очень как бы четко для себя определила, что я со своими, да, там рекомендациями, со своим самоваром я не лезу, да, там в чужие группы. То есть если человек понимает, что я могу быть ему полезна, да, я всегда открыта и я, да, помогаю. Но если, к примеру, да, там сам инструктор, да, является там диетологом, у него своя система, по которой он работает с клиентами, то я оставляю это, да, на рекомендации этого инструктора, потому что для меня всегда важно, чтобы инструктор был вот этим авторитетным человеком внутри своей группы. Но для меня при этом важно, чтобы участники, то есть если мы говорим, да, о членстве, они понимали, что мы все одна семья «let's go», да, как я говорю, и неважно, да, где он там живет. И мы всегда сохраняем принцип уважительного, да, отношения ко всем, к информации. И действительно, сегодня мир переполним, да, различными теориями, различными подходами. И если мы даже возьмем тему правильного питания, то мы здесь увидим, то есть кто-то опирается на базу диетологии, которая там 80-х годов, кто-то базируется, говорит, что нужно придерживаться принципов, как работают наши гормоны и уже отсюда двигаться. Кто-то говорит, что нужно использовать какие-то новые веяния, да, то есть сколько людей, да, столько и различных будет, да, информационных вот таких вот веяний. И здесь очень важно уважительно, да, относиться, при этом понимать границы, да, инструкторской деятельности, его экспертности и для себя, да, вот чётко как бы определять цель, что вижу я. Вот я для себя определила, что я вот эдакий такой мотиватор, да, мотиватор как людей на скандинавскую ходьбу, мотиватор на ЗОЖ. Иногда это просто помогает включить сначала на ЗОЖ людей, да, а потом их привлечь на скандинавскую ходьбу. У меня в прошлом году был большой опыт работы со школами, и вот здесь, чтобы зайти к ним со скандинавской ходьбой, я длительное время прорабатывала с ними тематику ЗОЖ. То есть я проводила лекции в целом о здоровом образе жизни. Вот что важно, да, на что обратить внимание. И когда я их уже подводила, да, к физической активности, я вот здесь рассказывала плотно о скандинавской ходьбе. Здесь я им уже предлагала мастер-класс и вот таким вот образом вовлекала людей. Потому что разные целевые аудитории, они тоже будут по-разному реагировать на информацию, да. Когда ты им говоришь, там, скандинавская ходьба, они говорят, ой, нет, это для пенсионеров, да, условно, молодёжная аудитория. А когда я говорю, что у нас будет с вами встреча, там, на тему здоровья без усилий, и мы поговорим о разных факторах, что важно, да, для здоровья, и здесь, да, я расскажу о физической нагрузке, которая действительно будет для вас комфортной, лёгкой и увлекательной. И вот таким вот образом люди увлекались разновозрастные, да, и это тоже даёт как бы свои результаты. Отлично. Напрашивается вопрос, как не перекормить члена клуба. Контролируешь поток информации, чем ты хочешь поделиться, то, что исходит от тебя в соцсети, в закрытой группе или на этих встречах, чтобы человек успевал осваивать, внедрять в жизнь эти новые привычки, навыки? Хороший, Сэш, вопрос. Учитывая, что я одновременно, да, координирую огромное количество задач, да, связанных как с личными тренировками, да, там, групповыми, подготовкой людей к соревнованиям, организацией соревнований, проведением обучения инструкторов. Тут же я с этими инструкторами, да, выстраиваю работу, сопровождаю их внутри клуба. При этом есть часть деятельности по международной, да, федерации, то есть это участники, которые проходили обучение, которые, да, там могут тоже координировать через меня различные вопросы. И вот члены клуба, да, то есть тут же тема ЗОЖ, правильного питания, то есть огромное, да, вот количество подзадач. И на самом деле не всегда хватает вот этой системности, да, и выстраивания, как их сопровождать, но мы для себя определяем какие-то контрольные точки, да, то есть если вот у нас сейчас в апреле будут соревнования, и мы понимаем, что они для нас командные, а клуб максимально задействован, то мы сейчас для себя таким вот приоритетом берем вовлечение участников в спорт, в соревнования, какие он результаты может получить, как ему подготовиться, отрабатываем технику, то есть мы вот максимально, да, привязались к этому большому событию. Потом у нас, допустим, будет сезон, да, там туризма, каких-то поездок, то есть тут вот информация выстроится в этом ключе, да. Дальше у нас пойдут спортивные лагеря, то есть информация будет больше сюда направлена. Наверное, мы вот информацию больше систематизируем в направлении нашей активности, да, вот что для нас является в данный момент, да, ключевым. Клиенты, они же много читают, да, много смотрят, много общаются и коммуницируют сегодня с участниками, нордиками, да, со всего мира, что сделал интернет, да, то есть если раньше человек сидел, да, там, ходил у себя в лесу и никого не знал, то сегодня он может быть, да, звездой Фейсбука, Ютуба. Такой хороший, да, вот вопрос, как не перекормить, потому что иногда люди немножечко не понимают, да, и начинают требовать чуть больше. То есть вот тут, наверное, четко как бы граница, да, то есть что мы можем дать, да, и, как ты говоришь, да, вот на поддержание и сопровождение, а что есть как бы дополнительной услугой, да, за которую нужно доплачивать. Потому что очень часто, ну, участники как бы-то задают вопросы, да, почему там, допустим, встреча с экспертом платная, да, там, или почему там вот это вы проводите, да, оно там тоже как бы стоит денег. То есть приходится, да, людям объяснять, что это как бы человек, привлеченный эксперт, да, то есть он тратит, да, время. Но вот иногда им кажется, да, что если мы сопровождаем, да, сопровождаем all-inclusive, на самом деле тогда членство в клуб должно стоить очень, да, дорого, чтобы мы его так вот all-inclusive сопроводили. Но стараемся вот как-то контролировать вот этот баланс между оффлайн и онлайн, да, все-таки встречаться не только в интернете, но и в жизни. При этом, Саша, что еще тоже вот использую, мы много даем, да, но при этом, если какие-то там вот мероприятия или еще что-то, я очень люблю, когда команда четко понимает, что она команда let's go, что она готова куда-то выйти, да, там вот представить, то есть им даже будет нравиться, да, вот этот процесс представления команды. То есть здесь как раз происходит отдача, да, то есть если это какое-то мероприятие, допустим, там городское, то они активно вовлекаются. У нас огромное количество активистов, которые помогают в организации соревнований, которые, ну, каждый помогает кто-то чем может, да, кто-то сгенерировал идею, кто-то там уже включился в процесс. Но вот это, знаешь, такой вот взаимообмен, то есть мы даем, но мы и получаем. Поэтому вот такой вот баланс на сегодня у нас есть внутри клуба. Отлично. Большое спасибо, что поделилась своим опытом. Я желаю, чтобы твой клуб рос, крепчал и становился самодостаточным, так, чтобы ты смогла по бюджету предлагать и приглашать новых экспертов, которые будут вносить свою лепту и помогать людям становиться здоровее, и бодрее, и соступающим тебя праздником весны, чтобы у тебя по-женски здоровье получалось без усилий, в удовольствии. Спасибо. И я думаю, что, Саш, прощаемся до скорых встреч, да, не только на просторах интернета, а, возможно, на каких-то общих, да, скандинавских таких мероприятиях, которые будут объединять страны. Общей идеей быть здоровым и жить с удовольствием. Хорошо. Отлично. До новых встреч. Самое время перейти в описание к выпуску, чтобы найти все активные ссылки на профиль Снежаны в социальной сети и ее клуб Let's Go. Я очень благодарен тем, кто оставляет отзыв в Apple подкастах. Удели, пожалуйста, некоторое время, чтобы оставить свое искреннее мнение о подкасте или об этом выпуске. На канале в YouTube ты можешь найти видеоролик, поясняющий, как пользоваться приложениями, позволяющими слушать подкасты. А главное, жми кнопку «Подписаться», потому что в следующих выпусках тебя ждет интервью с Алексеем Артавоновым, автором блога «Сила ходьбы», а с Иваном Бабиным мы поговорили о целостном подходе к скандинавской ходьбе и «Вонт ноу-хау» с таинственными мечами.